Если ты давненько мечтал поиграть в эксклюзивные игры PlayStation 3 на своем ПК, то сегодня у тебя есть такая возможность, вместе с эмулятором RPCS3. В этом гайде я буду настраивать эмулятор для игры Demon's Souls, но знания, которые вы получите с этим видео, подойдут для тысячи других игр. Кстати, Demon's Souls работает с этим эмулятором великолепно. И моя задача установить, настроить и оптимизировать эту игру под максимальную производительность в моем очередном гайде про эмуляторы. И заставка, а потом так... И ништяк. Первым делом не забываем обновить Microsoft C++. Ссылка на него будет в описании. Скачивать нужно версию в соответствии с разрядностью вашего Windows, в моем случае это 64 бита. И только после этого скачиваем непосредственно сам эмулятор с официального сайта RPCS3.net. Ссылка в описании. Здесь нажимаем кнопку Download и выбираем версию для Windows, либо для Linux. В этом гайде я использую Windows 10. Далее скачиваем с официального сайта последнюю прошивку для PlayStation 3. Ссылка также есть в описании. Дальнейшем она потребуется для установки на эмулятор. Для начала ставим C++. Даже если он уже установлен, ничего страшного не произойдет. Он либо обновится, либо нет. Но зато потом не будет сомнений в том, что он у вас есть. После установки все установочные файлы, которые мы скачиваем, можно удалять. Хранить их незачем. Далее распакуем архив с нашим эмулятором. Для этого я использую 7z архиватор. Ссылку на него я оставлю в описании. Внутри нас ждут файлы эмулятора, которые следует переместить в ту папку, которую вы сами пожелаете. У меня это диск D, games, папка rcps3, папка emu. Именно сюда я и вставлю содержимое папки эмулятора. Кстати, эмулятор я ставлю не на ssddisk, а на hdd. Далее переходим в свойства файла rcps3.exe. И на вкладке совместимость ставим галочку запускать от имени администратора. После чего нажимаем применить и окей. Но прежде чем запустить сам эмулятор, проведем парочку оптимизаций. На рабочем столе нажимаем маус 2 и выбираем параметры экрана. Здесь опускаемся в самый низ и нажимаем настройки графики. В появившемся окне активируем переключатель переменной частоты обновления. Далее внизу нажимаем обзор и указываем путь к нашему rpcs3.exe файлу, который лежит в папке с эмулятором. И нажимаем добавить. У нас появился новый элемент rcps3. На нем нажимаем кнопку параметры. И здесь среди прочих выбираем параметр высокая производительность. И нажимаем сохранить. Таким образом мы повышаем производительность видеокарты для конкретной программы. И данное окно можно закрывать. Далее информация для обладателей видеокарт от Nvidia. Переходим в панель управления. Здесь в управлении параметрами 3D выбираем вкладку программные настройки, где нажимаем кнопку добавить. Появится окно, в котором следует нажать кнопку обзор и выбрать наш exe файл эмулятора. Теперь настраиваем все свои параметры так, как это делаю я. Некоторые из них у вас могут отличаться, но в целом все будет выглядеть примерно так же. На этом моменте я немного ускорю видеоряд, а вы можете просто ставить на паузу и повторять настройки у себя. Кстати, данные настройки могут отличаться в зависимости от выбранной игры, но в целом они довольно универсальны. По окончанию настройки нажимаем кнопку применить и закрываем окно. Принцип настройки AMD похож на NVIDIA. Добавляем экзешник, переходим в его свойства и изменяем его параметры. Если коротко, то настроить нужно все так, как вы видите у меня на экране. Просто поставьте видео на паузу и повторите настройки у себя. Ну а если ваша видеокарта совсем не вывозит, то поменяйте вот эти пару параметров. Теперь запускаем наш эмулятор. При первом запуске появится окно соглашения. Здесь нажимаем два чекбокса и нажимаем кнопку continue. В появившемся окне эмулятора первым делом нажимаем кнопку help и нажимаем check for updates, чтобы убедиться в том, что у нас эмулятор последней версии. Далее нажимаем файл и выбираем install firmware, то есть ставим прошивку. В появившемся окне указываем путь к папфайлу, который мы скачали с официального сайта. Нажимаем ok на всех всплывающих уведомлениях и ждем завершения установки прошивки. После чего нажимаем кнопку config, переключаем любой параметр на первой вкладке и нажимаем apply. Делаем это для того, чтобы в папке с эмулятором создался файл настроек и теперь закрываем эмулятор. В папке с эмулятором заходим в папку gui-config и открываем текстовым редактором файл current settings ini. В разделе meta находим строку show debug tab и после равно вместо false пишем true. После чего закрываем текстовый редактор и нажимаем кнопку сохранить во всплывающем окне. Далее снова запускаем наш эмулятор. Обратите внимание, что если из него изначально не выйти, то изменения в блокноте не сохранятся. Поэтому достаточно важно, чтобы все действия этого гайда вы повторяли за мной полностью в таком же порядке без самодеятельности. Вернемся на официальный сайт rcps3 и перейдем на вкладку compatibility. Здесь мы можем найти список игр, которые поддерживает наш эмулятор. И напротив каждой игры есть статус. Playable обозначает, что эмулятор просто отличнейшим образом работает с этой игрой. Статус in game говорит о том, что игра работает, но кайфанете вы от нее вряд ли. Игры же с остальными статусами я бы даже не пробовал запускать на эмуляторе. Игра, которую я буду ставить в этом видео, Demons Souls. И как вы видите, статус у нее playable, а значит никаких проблем с ней быть не должно. Нажав на название игры, мы попадем на ее вики-страницу, где можем ознакомиться со всеми нюансами установки и настройки той или иной игры в эмуляторе. Как вы видите, ее рекомендуется рендерить под вулканом. И ставить параметр right color buffers в режим on. Также тут можно узнать прочие рекомендации по настройке, которые я покажу вам сейчас по ходу установки. И в этот момент встает вопрос, где же взять саму игру? Официальный сайт говорит нам, что мы должны дампить ее с консоли. И только лишь в этом случае это не будет считаться пиратством. Поскольку наш канал не про пиратство, то прямых ссылок в этом видео я оставлять не буду. Но версии игр, которые доступны на торрентах, часто имеют в себе встроенные модификации. В виде фанатских переводов некоторых изначально английских игр на русский язык. Что определенно для некоторых будет необыкаким преимуществом. В любом случае, по лицензионному соглашению эмулятора вы должны игры дампить, а не скачивать с торрент трекеров. Это так, для информации. Для игр рядом с папкой эмулятора я создам отдельную папку games. Именно сюда я буду помещать распакованные игры. Игры же в формате pkg, если вы будете такие устанавливать, ставятся автоматически в папку с эмулятором. Распакованные же игры имеют вот такую вот структуру без каких-либо файлов в формате pkg внутри. Чтобы добавить такую игру, нажимаем кнопку Open и выбираем папку с нашей игрой. В данном случае необходимо зайти в папку PS3 Game и только тогда она будет добавлена без ошибок. При добавлении игры таким образом, она начнет компилироваться и сразу же запустится. Также игры в список можно добавлять простым перетаскиванием мышки из папки непосредственно в окно эмулятора. В моем случае, по завершению компиляции запустилась сама игра, но я все еще не настроил параметры графики, управления и не поставил патч, поэтому на данном этапе игру я закрываю. Чтобы поставить на игру патч последней версии, следует скопировать ее серийный номер через вкладку Info. Затем вставляем эту информацию в специальное поле на сайте по ссылке в описании. Конкретно в нашем случае обновление для игры не найдено. Все потому, что у нас не совсем стандартная версия игры. Но, если вам нужно будет обновить другую игру, то этот сайт вам поможет. Сейчас я, например, могу найти игру по ее названию. В поле Name я просто впишу Demons Souls и сразу же нахожу два файла. Напротив названия каждого есть также версия игры. Проверяем, чтобы она совпадала с нашей версией. Если это так, скачиваем файл. Файл скачивается в формате pkg. После чего возвращаемся в эмулятор, нажимаем файл и выбираем Install Packages. В открывшемся окне выбираем наш файл с обновлениями в формате pkg и нажимаем открыть. Именно так и устанавливаются патчи на игры. В моем случае я не установил патч, так как версии отличались, но я показал вам, как это делается. Аналогичным образом устанавливаются и сами игры в формате pkg. На вики с эмулятором также есть полезные патчи с настройками для разных игр. Для этого переходим в раздел Help. И здесь переходим в RPCS3 Game Patching System. Здесь нам будет доступен список патчей для множества игр под этим эмулятором. И в данном случае меня интересует Demons Souls. Не путайте эти патчи настроек с патчами версии для игр в формате pkg. Это абсолютно разные патчи. Здесь нам необходимо скопировать весь текст, предложенный для нашей игры. Для этого его необходимо выделить, скопировать и вставить в блокнот. Для этого переходим в папку Patches в нашем эмуляторе. И здесь создаем новый текстовый документ. И тут же даем ему название patch.yml. Именно в таком формате эмулятор распознает патчи. Именно в этой папке. Далее открываем его любым текстовым редактором. В данном случае я буду использовать простой блокнот. В текстовый редактор вставляем из буфера обмена наши настройки. И переходим к первой строке. Здесь делаем отступ. И добавляем в первую строку версию нашего патча, которую можно скопировать с сайта. Далее возвращаемся обратно в блокнот. Вставляем в первую строку нашу версию. И на этом блокнот можно закрывать. При закрытии блокнот предложит себя сохранить, на что мы соглашаемся. Возвращаемся обратно в эмулятор. Нажимаем вкладку Managers. И там выбираем в выпадающем меню Game Patches. Здесь нам доступны два патча на Demon's Souls. Выбираем тот, который соответствует версии нашей игры. То есть первый. В моем случае версии игры Bless 00932. И там, и там они совпадают, а значит патч подходит. Следующими настройками я разблокирую FPS и увеличу производительность. У каждого параметра патча есть описание, достаточно нажать на него и почитать в нижнем правом углу, что он делает. Конкретно для этой игры также можно изменять соотношение сторон и пропускать интро-ролики. По сути эти патчи напоминают мне график паки в CMU эмуляторе. Далее нажимаем Apply и Save, чтобы изменения вступили в силу. Теперь настроим управление, нажав значок геймпада в панели эмулятора. Изначально играть вы можете даже на клавиатуре, но далеко не во все игры это удобно делать. При желании здесь вы можете переназначить любую клавишу на своей клавиатуре, либо же на геймпаде. И поверьте мне, если вы уж взялись играть в игры на эмуляторах, то геймпад вам нужен. Притом неважно какой, у меня есть геймпад DualShock 4 от Sony Playstation и геймпад от Xbox One. И тут в принципе не принципиально. И тот, и тот геймпад успешно поддерживается эмулятором. В качестве примера я буду использовать DualShock 4. Выберу его в левом списке и в правом списке он не активен, потому что не подключен. Зажимаем Select и включение, и переводим геймпад в режим спаривания с PC. В устройствах Bluetooth добавляю новое Bluetooth устройство и нахожу мой геймпад. Wireless Controller. Но мой геймпад сразу не появился в правом списке. Для этого нажимаем кнопку Refresh и вуаля, геймпад работает. И заметьте, все без каких-либо программ-посредников. Кроме того, вся разметка кнопок уже настроена за вас, и вам даже не нужно ничего более настраивать. Ну, разве что мертвые зоны стиков, если желаете. Кстати, на моем канале есть обзоры на несколько геймпадов с Алиэкспресс. Ссылка появится в верхнем правом углу этого видео. Также при помощи Create Custom Gamepad Configuration вы можете создавать индивидуальную настройку геймпада для каждой игры. В отличие от глобальной, такие настройки будут привязаны только к конкретной игре. То есть тут, как и с параметрами графики, есть как глобальная настройка, так и локальная. Настало время настроить сам эмулятор. Нажимаем правой кнопкой на игре и выбираем Create Custom Configuration. Либо же Change Custom Configuration, если конфиг ранее уже был создан. Появится всплывающее окно с открытой вкладкой CPU. Здесь обращаем внимание на единственный раздел Additional Settings. Галочка Enable Thread Schedule нужна только для владельцев AMD Ryzen процессоров. Если у вас Intel, отключаем этот параметр и включаем следующий. Lava SPU Thread Priority. Далее переходим на вкладку GPU. Здесь в разделе Render выбираем Vulkan. Тем самым выполняем одну из рекомендаций, указанную в вики. Для игры Demon's Souls. Также там было указано активировать параметр White Color Buffers, что мы и делаем в Additional Settings. Ниже мы также можем активировать вертикальную синхронизацию, либо включить растягивание изображения на весь экран. Я предпочитаю активировать вертикальную синхронизацию, как здесь, так и у себя в драйвере. Кстати, приоритет настройки панели драйвера более высокий. Если там вы отключили V-Sync, то эта галочка ничего не изменит. Frame Limit я ставлю на 60, чтобы игра работала в 60 FPS. А разрешение мы меняем параметром Resolution Scale. Если я поставлю 150, то игра будет работать в Full HD. Если я поставлю 300, то в 4K. Но если у вас слабый ПК, то я не советую повышать этот параметр более чем на 150%. На вкладке Audio активируем лишь одну галочку Enable Time Stretching. Вкладка I.O. нас не интересует, а вот на вкладке System мы можем изменить язык консоли. Я устанавливаю русский. Вкладку Network мы тоже пропускаем, а вот вкладка Advanced в некоторых играх требует изменений. Конкретно в нашем случае активируем только Debug Console Mode. А все остальные параметры оставляем как есть. Но это только с Demon's Souls, другие же игры часто требуют изменения вот этих вот бегунков. Вкладку Эмулятор оставляем без изменений. И если вы все сделали правильно, то в конце у вас появится еще и вкладка Debug. Если у вас ее нет, смотрим мой гайд еще раз внимательно. Здесь активируем Force CPU Bit Emulation. А также Use GPU Textile Scaling. После этого нажимаем Apply и Save Custom Configuration. На этом этапе можно уже запускать игру. Но не спешите закрывать видео. Игру можно запустить как кнопкой Start, так и через двойной клик. И изначально она запустится в окне, но комбинацией клавиш Alt-Enter вы можете перевести ее в полный экран. Сказать, что игра работает плавно, это ничего не сказать. Она действительно летает. На моем ПК во всех сценах я получаю стабильные 60 фпс. Единственные просадки, которые я замечал, были связаны с физикой разбивания ящиков. И то не всегда. Да, эта игра не про графику, но тем не менее выглядит она довольно неплохо. Притом в 4К. Чего определенно нет на оригинальной консоли. Играл я недолго, так как не фанат жанра игры про постоянное умирание. Хотя, я играю в Warzone. И наверное мне все-таки стоит пересмотреть мое отношение к некоторым жанрам. Мда, чуть не забыл. После первого запуска игры нажмите Open Custom Config Folder. И вы перейдете в папку с таким вот файлом. Отредактируйте его через блокнот. В самом низу в этом файле в кавычках лог необходимо поместить следующий текст из вики. Я его добавил в описании под видео. Вот таким вот образом. И сохранить текстовый документ. Но предварительно не забудьте закрыть эмулятор. И уж только потом нажать сохранить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok